Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Попутчики» ведущий Александр Гусаров. И сегодня у меня в гостях, вернее, у нас в гостях на канале, Вагиф Бекулов, мой старинный друг. Сейчас он сменил место работы, и он работает сейчас руководителем марки «Бентли» в России. Вагиф, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Спасибо, что пришел, на самом деле. Ты и Саша меня можешь называть, собственно. Вы давно знакомы, поэтому ничего страшного. Спасибо, что пригласил. Вагиф, ну, начнем с того, что, наверное, вас стоит поздравить, потому что в этом году 90 лет марки. Я просто напомню предысторию такую. Олтер Бентли в свое время и своим же именем в 1919 году он назвал марку автомобилей. В Англии в 1923 начался уже серийное производство, потом были победы в Лимане. И вообще, в принципе, изначально марка, даже потеряв в свое время свою самостоятельность и попав в полную зависимость от Роллс-Ройса, тем не менее имиджа вот такого автомобиля для водителя, спортивности своей, она не теряла. Это действительно так. Ведь если посмотреть современный модельный ряд, то он практически такой же. Абсолютно точно. Уолтер Бентли, он с самых первых своих шагов делал, с одной стороны, фокус на создании двигателя. Совершенно точно ты отметил, что в 1919 году трехлитровый двигатель уникальный, он создал с очень большим использованием алюминиевых деталей. Он был первый, кто алюминий использовал в двигателе в строении в тот момент. И действительно, всегда он создавал двигатели, для него это было огромным хобби. И благодаря двигателям очень интересные модели автомобиля. Это и Спидс Икс, который выиграл. И вокруг себя он создал в то время очень большую компанию единомышленников. Это так, их называли Бентли Бойс, это люди, кто стоял, скажем, во главе, может быть, даже начала такого большого движения автомобильных гонок. Ну, по большому счету, если мы говорим, вот именно, кстати, Спидс Икс, вот это же спортивный вариант мотора 6,5 литров, который тут же приехал в Лиман, они занимают там четвертое место, по-моему. А потом через какой-то период они уже его выигрывают. Точно. Барна-то, по-моему, был первый. Ты выиграл, могу ошибаться. Вот, я тоже сейчас до конца не помню. Имидж остается, имидж имидж имиджем. Вот у меня, на самом деле, самый главный вопрос. Вот ты проработал и в Мерседесе в свое время, и в Ауди. Все секреты раскрываешься. Ну, конечно. Но я имею в виду, что это тоже премиальный сегмент. Премиальный сегмент, и бренды, в общем-то, довольно известные, старинные. Тем не менее, вот сейчас новая работа у тебя. Ты мне можешь объяснить, вот есть разница между, предположим, тем, как работает пиар-служба, реклама, еще чего-то, да и в самих клиентах между премиальными сегментами, но немножко стоящими, потому что Бентли изначально все-таки автомобиль намного дороже, чем тот же Мерседес или Ауди в базовом исполнении. С точки зрения бизнеса, я могу сказать, что Бентли в России работает как отлаженные часы, собственно говоря. То есть, здесь главное обеспечить абсолютно точное взаимодействие между отделами логистики, продаж, а самое главное, послепродажного обслуживания и рядом отделов, которые, собственно говоря, должны выполнять одну задачу. Это вовремя доставить автомобиль, вовремя решить все вопросы с сервисным обслуживанием клиента, и с этим мы справляемся. Что же касается действительно отличий, которые есть, то в первую очередь это сам продукт, во вторую очередь это отношение к клиенту, конечно. То есть, то, как такой тритмент, да, английское слово, английская марка, вот, то, как относится к клиенту Бентли, вот в этом мы сегодня стремимся сделать основное отличие марки. Ну, наверное, все-таки стоит пояснить телезрителям, и, скорее всего, они это знают, собственно, что, несмотря сколько бы ни стоил автомобиль, там, миллион долларов, там, я не знаю, там, как, его все равно надо обслуживать. Ему нужно покупать новые колеса, ему нужно менять масло, менять салонные фильтры, что-то с ним делать, собственно говоря. Это ведь действительно так. Уровень сервиса, вот это вот, то, что он входит в семью концерна Volkswagen, который к чести немецкой компании не принизил и не сделал ее рядовой маркой, что, в принципе, было возможно совершенно. Мне очень понравилось то, что вот у Volkswagen, несмотря на то, что там схожесть платформ, моторов, у некоторых автомобилях некоторых компонентов, тем не менее, каждая марка имеет свое лицо. И это очень важный момент, потому что есть, предположим, Lamborghini итальянский, есть Bentley английский, то есть лица сохранены. Это очень важный момент. И по поводу обслуживания, как бы, ведь эти машины действительно обслуживать надо. У них же сервисный пробег точно такой же, как и у всех. 15 тысяч километров точно совершенно, это очень важно, потому что мощность двигателя, крутящий момент, здесь совершенно иные характеристики. Это 610 лошадей, если мы берем, например, серию Continental, GT или Flying Spur, то это 610 лошадиных сил, соответственно, там 850 ньютон-метров крутящий момент. То есть мощность совсем другая, совсем другая нагрузка на автомобиль. Они тяжелые. Абсолютно точно. Это гранд туризма, поэтому автомобиль должен быть комфортный в длительных поездках, на высоких скоростях. Поэтому действительно автомобиль весит около двух тонн. И здесь действительно самое главное, чтобы нашим клиентам было их абсолютно, владение ими не создавало никаких сложностей, а наоборот было приятным сюрпризом. Поэтому фактически сейчас мы внедряем программу, когда у нас каждый клиент получает еще консьерж-сервис, то есть когда мы решаем не только проблемы с автомобилем, но и какие-то проблемы любого плана. Столик в ресторане в Ницце или же, например, билеты какие-то, когда необходимы. Ну, то есть стремимся во всем быть полезны. Ну, то есть вот это вот поддержание, то, что мы с тобой говорили как раз перед эфиром. Вот в Америке есть такое очень громкое слово «luxuries», когда они говорят, что вот это вот где-то очень хорошо и высоко, вот у Пальцова, скажем, как у нас это любят говорить. Для меня это скорее аристократизм, то есть это вот подчеркнуть в каждой мелочи, в каждой какой-то детали, не только автомобили, то есть выстроить сервис так же, как выстроен сам автомобиль, когда в каждой детали чувствуется огромное внимание к клиенту. Агив, вот я думаю, это будет очень интересно услышать. Наверняка многие замечали и задавались вопросом у «Бентли», ведь помимо буквы «Б», которая стоит на шильдике, вот этих крылышек, еще цвет подложки, он всегда разный. Может быть красным, может быть черным. От чего это зависит и что означают эти цвета? Потому что, ну, действительно, это из твоих уст будет гораздо интереснее услышать. И более того, есть и «Blue Label», то есть это «Red Label». Это зависит... Такая история началась, она где-то с 20-х годов, собственно, когда фактически «Бентли» родился, и тогда же, скажем так, родилась и эмблема, и постепенно стали придумывать, как отличить двигатель, там, 4,5 литра, 6 литров, как характер двигателя подчеркнуть слегка в эмблеме, и тем самым действительно родилась вот это разные оттенки цвета эмблемы, то есть которые подчеркивают характер бренда. И, например, характер самой марки конкретной модели. Например, на сегодняшний день у нас и GT, и GT Speed, они тоже, эмблемы у них одинаковые, тем не менее, в решетке радиатора, которая родилась в Лимане, это были перекрестия... Стальная вот эти перекрестия. Совершенно, точно. Перекрестия, когда это было изначально из проволоки, сегодня это решается из алюминия, уже нет необходимости, но тем не менее, вот эта история, это дух марки, он должен быть сохранен. И поэтому точно так же и в решетке радиатора чуть более присутствует, чуть больше темного цвета. И, конечно, есть флагман, это, например, Arnash Red Label, лимузин, да, автомобиль. Ну да, большая машина. Точно. Вот, ну, тем не менее, кстати, вот по поводу сборки. Нужно еще ведь подчеркнуть и тот момент, что, вот, кстати, мы имеем возможность наблюдать за тем, как собираются эти машины. Может, ты прокомментируешь, потому что это действительно интересно, ведь я вот наблюдаю, как собирают там Aston Martin, вот эти машины. Это же действительно 100% ручная сборка, когда какое-то использование минимальное дается автоматике, но по большому счету это труд людей, прежде всего. Конечно, и очень важно здесь отметить то, что автоматика широко используется в автомобилях, и в Continental, и в Arnash, потому что здесь важно, что определенная операция автоматика на сегодняшний день выполняет значительно лучше человеческих рук, скажем. Тут мы видим, запаивает она. Вот, и тем не менее, как раз есть операции, которые на сегодняшний день ни один робот не может заменить человека. Например, это полировка деревянных деталей, да, на полировку дерева, то есть на заготовке шпона из, например, гриба, орехового дерева, уходит две недели на заготовку фанеры, потом она полируется, пять слоев лака, все это делается вручную, используется при этом порядка семи сортов шкурки, после этого она еще полируется вручную кожей. Этого робот сделать на сегодняшний день не может. Подобрать рисунок, и точно так же, например, с двигателями. На сборке двигателя автомобиля Bentley сегодня задействовано 36 человек. Полируется все, кулачки вручную, и благодаря этому двигатель V12, который технически совершен, да, совершенно верно, W12 с двумя турбинами. Вот, технически он совершенен, но при этом очень сложен. И именно вот огромный... Ну, там сухой картер, там нет поддона, собственно, там насос стоит, и там микронная подгонка деталей, она именно и важна, иначе этот мотор просто не сможет работать. Да, и он контролируется именно... Вовлечены в этот процесс 36 человек, которые... У меня вот есть очень интересный факт, мне вот сейчас подсказали, 200 человек и часов уходят на то, чтобы создать Арнаш. Что-то вот в этом... Очень мало. Боюсь, больше даже. Боюсь, ошибаются. Вот, кстати, те эмблемы, о которых мы говорили, вот этот вот черный... Интересный факт, что она несимметрична, то есть левое крылышко больше перьев, чем... А вот этот, кстати, я не помню, почему. Тоже, тоже не помню, к сожалению, еще не узнал. Да, такой есть маленький тайна у марки всегда. Ну, будет она оставаться. Такой, я хочу... Кто-то и зрители нам подскажут. Ну, видимо, да. Я хочу сказать, что мы ждем звонков от телезрителей, поскольку вопросы, в общем-то, на которые Вагив сможет ответить, они, я думаю, возникнут рано или поздно. Понятно, что этот бренд, он не для всех, но, тем не менее, прикоснуться... Это действительно... Автомобиль, это... Я отношусь уже к подобным машинам, как, наверное, к произведениям искусства, которые, ну, достойны того, чтобы их упоминали. Поэтому мы ждем ваших звонков. Телезритель, который задаст лучший вопрос, по итогам недели получит вот этот вот комплект оригинальных часов телеканала Автоплюс. И также мы ждем СМС. Продолжаем, собственно, разговор. Вагив, значит, 100% ручная сборка. 100% ручная... Ну, как бы, понятно, что ее не может быть на все 100%, но, тем не менее, как мы имеем тот же опыт с, не знаю, там, с Volkswagen Faiton, на платформе которого, пусть как это не обидно будет, но построено... Саша, что-то здесь поспорю, поспорю. Не знаю, что значит платформа. Действительно, есть какие-то технологические... Общие, да. Технологические решения, которые на сегодняшний день являются самыми прогрессивными, действительно используются. Но это сравнивать здесь, мне кажется, не уместно. Нет, естественно, не уместно, потому что машина стоит изначально и долгих денег. Вертуй, Nokia, такие варианты есть они, да? То есть, Rolls-Royce, BMW, то есть, ну, здесь... Это нормальная ситуация, потому что, ну, даже если сейчас говорить о новом Rolls-Royce, вот то, что маленький, там использован 12-цилиндровый, с увеличенным объемом двигатель от BMW 7-й серии, в общем, но у него увеличен объем, и, собственно говоря, он имеет большую мощность. Все. То есть, как бы, естественно, технолог... Сейчас ради, я поясню, здесь идет проблема в чем, что любой автопроизводитель, он пытается, а тем более такой крупный производитель, как группа Volkswagen компаний, они пытаются экономить на каких-то вещах, потому что, ну, естественно, уровень продаж Bentley, что бы мы ни делали, он все равно будет ниже, чем, я не знаю, там, Volkswagen Golf будет продаваться, и это нормальная ситуация. Не молчи, прокомментируй, скажи, а то получается, что я говорю. Нет, мне очень интересно, что ты говоришь. Я здесь и согласен, с одной стороны, с другой стороны, хочется на каждое слово поспорить, потому что, например, когда ты сказал, что эта марка не для каждого, и тут же поправился, сказав, что это произведение искусства, и тем самым она становится маркой для каждого. Потому что не секрет, что технологический процесс в автомобильном бизнесе, у него что-то должно его двигать вперед. И, как правило, именно вот такие вот марки, которые могут позволить, когда автомобиль стоит там от 200 тысяч евро и выше, именно они являются собой иконой автомобильного бизнеса, являются собой, ну, что ли, всем, что на сегодняшний день достигла технологическая революция в этой области. И поэтому они становятся и для каждого каким-то ориентиром интересным. Это как космическая ракета, да, что-то вроде, что интересно каждому. И здесь, действительно, когда автомобиль выпускается ограниченной серией, могут обладать этим автомобилем очень немногие люди, но, тем не менее, знакомы могут с ним быть гораздо более широкие круги людей. Ну, собственно говоря, все автомобили выставляются на салонах. Бентли, Роллс-Ройс, я не знаю, там, также Ламборгини, Феррари, это не исключение, это совершенно нормальная ситуация. Ты мне скажи, что сейчас получается с всего шесть моделей на сегодняшний момент в модельном ряду, да? Флайн Спур, Флайн Спур Спид, это более скоростная версия, GT, GT Спид, также есть Арнаш, Брукландс, Азур, GT Кабрио, GT Кабрио Спид. Да, деривативы. Ну, тут я просто назвал базовые. И самое главное, вышел новый Супер Спортс, и вот на Франкфурте ждем, с нетерпением ждем, премьеру Мульсан. Это, фактически, это машина, которая очень похожа на GT, насколько я помню. Супер Спортс. Да. Супер Спортс, это автомобиль, который внешне, он обладает какими-то характеристиками, чертами какого-то... Это самый мощный, самый быстрый в истории Бентли автомобиль. Конечно, внешне, с одной стороны, взяли потрясающие формы GT, с другой стороны, добавили какие-то черты агрессивности, спортивности. И в интерьере это двухместный автомобиль на сегодняшний день. Совершенно точно, это все сделано для того, чтобы максимально сделать легким автомобиль. Благодаря этому он 3,9 секунды до 100 км в час, максимальная скорость более 300 км, тем самым становится одним из самых быстрых автомобилей в истории. Айв, интересный смс тут пришла из Ингушетии. Какой поддержанный Бентли можно купить в пределах... Сейчас вот тут много цифров, и цифр, я, к сожалению, миллионы рублей. Я думаю, ну это очень должен быть поддержанный Бентли. В пределах миллиона рублей надо смотреть, надо просто связываться с нами. Мы подыщем вариант, я совершенно уверен, что-то интересное всегда подберется. У нас есть отдел трейд-ина, который занимается... Это опять же к началу нашего разговора, то, что мы предлагаем, с одной стороны, должны предлагать максимум услуг, которые имеют все, начиная от финансовых программ, страхования, в том числе и как кредитование, так и трейд-ин, разумеется. Ну, собственно говоря, если рассуждать о ценах, я вот перед нашей встречей специально пролазал в интернете, я нашел машины не очень старые, с маленькими пробегами, ну, как правило, таких машин не бывает, огромных пробегов, поскольку не используются они как такси, слишком дорого. Вот. Машины стоили где-то там полтора миллиона были машины, я даже находил два миллиона, то есть... Все зависит от... Они не свеженькие, да, то есть, ну, как бы, проблема... На самом деле, вот, кстати, со вторичным рынком проблем не возникает. Я в свое время беседовал с представителями Майбаха, Роллс-Ройса, и вот у них они говорили, что проблема со вторичным сбытом этой машины, она существует, и она огромна. Проблема в том, что, ну, вот ты достаточно разбогател, купил себе вот этот вот индивидуальный автомобиль, все себе сделал, как ты хотел, потом он тебе надоел, ты его решил продать, я тоже разбогател, думаешь, не настолько еще, как ты. Я вот думаю, а зачем это я буду ездить на машине, на которой ты уже катался? Вот сегодня, я могу сказать, что здесь тоже следует разделять, есть модельный ряд Continental, куда входит Flying Sport, GT, и как раз-таки на вторичном рынке они цену свою держат очень хорошо, абсолютно на уровне там, премиальных немецких марок BMW, Mercedes, Mercedes Audi, именно поэтому у нас очень много приходит нам клиентов именно из этой аудитории, то есть у нас сегодня в отделе Trade-In стоят и Mercedes S-класса, и BMW 7 серии, и Audi 8 серии, вот, и поэтому здесь как раз этот модельный ряд очень хорошо вторичную цену держит, держит остаточную стоимость на вторичном рынке. Что же касается, если мы возьмем более дорогие машины, которые же стоят в районе, например, есть и такие 800 тысяч евро и выше, которые выполнены по индивидуальному заказу, когда у вас на порогах сделано ваше имя, маркетри техника сделана на дверях ваше имя и так далее, разумеется, это все стоит очень дорогих денег, и ваше имя видеть новому владельцу не так интересно, поэтому для него эта ценность чуть меньше, и разумеется, такие машины держат остаточную стоимость значительно хуже, но клиент всегда это понимает, наши друзья это всегда понимают, кто у нас приобретает такие автомобили, они к этому готовы. У нас есть звонок, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, как бы интересуют меня эти автомобили, пока как бы финансово я не в состоянии, конечно, такое потянуть. Ну, Бог даст, все еще будет. Бентли Континенталь, он, конечно, там и дизайн очень красивый, двигатели суперсовременные, значит, ну, действительно стоящий автомобиль. Ну, вот недавно на трассе видел Бентли Брукландс, ну, как бы и поскромнее дизайн, и двигатель попроще вроде бы, как бы, но в разы стоит дороже. В чем секрет? Спасибо. Спасибо большое за вопрос, очень интересно. И здесь действительно есть тайна в том, что больше ручного труда автомобиль выпускается более ограниченными сериями. Например, в Москве на сегодняшний день, ну, если я не ошибаюсь, порядка семи-восьми таких автомобилей у владельцев, да. И поэтому, вот, обладание таким эксклюзивным автомобилем, что касается дизайна, это всегда огромный, очень субъективная вещь. Например, я считаю Брукландс просто самым изысканным автомобилем в современном автомобиле строения. Ну, по большому счету, если рассуждать таким образом, то, ведь сейчас компании, мы наблюдаем, кстати, это и у Роллс-Ройса, тоже, вот, пожалуйста, английский премиальный бренд, они пытаются как можно больше, чтобы разнообразие было модельного ряда. И если, да не будет никому обидно, например, там, тот же Continental GT, он более массовый считается, просто это сделан, он не дешевый, но он сделан специально, вот он, кстати, катается, он сделан специально, намеренно, более массовым автомобилем, чем тот же Брукландс, все, в этом большая разница, если любой производитель будет ограничивать себя и сокращать, вы посмотрите, сейчас любую марку возьми, посмотри, какое количество автомобилей существует в модельном ряду, линейка насколько увеличилась, раньше 3-4 было всего, сейчас 20, до 20 штук. Согласен. Это представить себе лет 20 назад, чтобы у Бентли было 10 моделей, это смешно было, никто в это поверить не мог. Саша, я абсолютно с тобой согласен, и вот если говорить о GT, то это автомобиль, который я готов выставить на любые гонки, на любые сравнительные тесты и так далее, это автомобиль, тем не менее, это вершина автомобильного искусства на сегодняшний день, но это автомобиль. Что касается Брукландса, то это в большей степени такой бриллиант, что ли, в большей степени предмет роскоши, это в большей степени что-то из мира искусства, поэтому, наверное, его следует оценивать как бриллиант, почему с трещиной, цветность, что-то ближе к этому, он подчеркивает аристократизм владельца, он подчеркивает его изысканный вкус. Извините, у нас сегодня СМС-ки, очень интересный, вот первая была из Ингушетии, вот сейчас из Чеченской республики пришла СМС-ка. Какая у нас аудитория, я сегодня с тобой страна. А много наших, уважаемых, собестоимость, понятно, собестоимость автомобиля соответствует его цене. Ну, можно я даже немножко добавлю, потом ты, конечно, ответишь. Дело в том, что себестоимость автомобиля и цена, вещи немножко разные. И если производитель делал вот эту ручку, предположим, за 30 копеек, продавал мне ее за те же 30, тогда что же он бы ее делал-то, собственно. И где бы он зарабатывал, как бы он покупал материал для изготовления этой ручки, то же самое с машиной. И это ручка, а это высокотехнологичный продукт. Я понял, о чем говорит наш зритель. Я с ним, на самом деле, могу очень легко на этот вопрос ответить, что, то есть, грубо говоря, маржинальность розничного бизнеса здесь ничем не отличается от премиум-сегмента. То есть, это не значит, что мы, грубо говоря, как многие там думают, делаем два конца или что-то такое. Это абсолютно нормальный автомобиль, здесь, опять же, автомобильный бизнес, где для осуществления операционной деятельности, безусловно, закладывается определенная маржа, которая позволяет развиваться бизнесу, но не более того. И это легко доказать сравнением индексов цен в России, например, и Германии. Учитывая таможенные платежи, учитывая доставку, цена, она идентична. То есть, мы зарабатываем как дилер, здесь аналогичные суммы. Суммы, которые зарабатывает любой дилер в любой стране, в той же Великобритании, в Великобритании. Естественно, там мы учитываем транспортные издержки в Великобритании на доставку этой машины до дилерского шипа или в Москве. Ну, в общем-то, расстояние большое. Таможенные платежи также и налоговая специфика. Разница НДС, она по Европе тоже немножко. Ну, к сожалению, да, там разница. Где-то меньше, где-то больше. Такой вот вопрос. Вот смотри, очень интересно, вот лично меня, что по поводу интересует, по поводу квот. Вообще, вот каким образом вырабатываются вот эти квоты? Возьмем, предположим, там, я не знаю, тот же Porsche, Bentley, Rolls-Royce, там, те же Mercedes какие-то эксклюзивные, которые мы... Ведь на какие-то модели существуют очень жесткие квоты. Исходя из чего? Только ли из количества проданных автомобилей? Хотя ты сам говоришь, что тех же GT-шных машин может быть продано там 100 штук, предположим, а брукландцев, может быть, там, он действительно дороже, а стоит он, я не знаю, их купят 6 штук. Вот 6 квоты на Россию их раскупили. От чего это квотирование зависит? И почему вообще как бы... Понятно, что производитель ограниченный не может сразу всех удовлетворить. Да, Марко Бентли в этом плане она искусственно не ограничивает рынок. То есть, если у нас есть спрос, допустим, на 10 брукландцев, мы 10 брукландцев в Россию поставим. Но здесь, как и у любого производителя, есть производственное планирование. Если мы сегодня планируем 10-й год, осторожно планируем в связи с ситуацией, то если в 10-м году мы начнем бурно расти, то есть на 40% в год, и не раз, когда рынок рос, то, конечно, будет наблюдаться определенный дефицит машин на рынке. Также проблемы возникают с поставкой машин, когда новая модель выходит. Конечно, просто производственные мощности не могут насытить все основные рынки. Бентли в России, Москва, это... Бентли Москва, как дилер, и Бентли Россия, это дилер номер один на сегодняшний день в Европе. А, даже так? Ну, грубо говоря, рынок Германии, Англии, он чуть больше, чем общий рынок России, но там больше дилерских центров. Дилерский центр уже... У нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Мадим. Очень приятно. Это пикра. Я хотел бы задать такой вопрос. Вот приобретая автомобиль Бентли, люди приобретают для себя марку, бренд или какие-то технологии? Это тебе вопрос. Спасибо. Спасибо, Вадим. Да, я правильно? Вадим, спасибо за вопрос. Вы знаете, каждый что-то находит свое. Кто-то специально особое отношение, кому-то очень приятно, кому-то круг общения дорог, потому что с нашими друзьями мы постоянно собираемся, как, например, сейчас будет на Суперспорт, поездка на Лаузе, Церинг, когда наши друзья первыми смогут прокатиться на этом автомобиле, на профессиональном гоночном треке, оценить все его возможности. Кто-то, безусловно, ты раскрыл весь, все секреты, но тем не менее, я ездил на разных автомобилях, действительно, и был уверен, что меня сложно уже чем-то удивить. Но когда я проехал первый раз на GT Speed по МКАДу, по Москве, не нарушая ПДД, но уже... Какой ты поправился сразу. Совершенно точно. Но тем не менее, я почувствовал такую энергетику этого автомобиля, такую потрясающую, начиная с роскоши салона, заканчивая как-то... Ну, он внутренне заряжает, действительно. То есть, и это вот чувство, кто-то его... Для кого-то это будет и пафос, для кого-то это будет, опять же, аристократизм. Вот это чувство, оно тоже очень дорогого стоит, многие за этим идут. Ну, и, конечно, владеть Бентли, это владеть автомобилями, которых в год в России продается, ну, скажем, ну, там, сотни штук, да, в отличие от других премиум-марок, которые продаются десятками тысяч автомобилей. Ну, там и стоимость надо учесть. Ну, и потом, эти клубы по интересам, это вообще, к сожалению, вот у нас это не было привито, поскольку, действительно, автомобиль у нас являлся больше роскошью. Понятно, мы сейчас говорим о бренде, который роскошен, там, ну, с немалой ценой, но, тем не менее, в общем-то, клубы любителей вот у нас стали образовываться. Вот есть клуб любителей Ланцера, клуб любителей Гетцов автомобилей даже. Люди вот по интересам начинают общаться. И здесь нужно четко понимать, что, ну, владельцы определенного уровня автомобилей, как есть у Порше, целые вот эти две книги издаются, где ты можешь там путешествовать, есть путешествия, учеба, то есть когда тебя учат ездить зимой, учат ездить летом, там, на полноприводных машинах, на внедорожниках, еще на чем-то. То есть это целая система вовлечения, может быть, в круг владельцев этой марки и поддержания интереса между, общения между этими людьми. То есть чтобы они общались не только по бизнесу, предположим, мы с тобой занимаем какую-то должность, там, я не знаю, высокие менеджеры, чтобы мы общались не только по бизнесу, но еще и потому, что мы любим этот автомобиль, мы умеем ездить, или даже не умеем ездить, но пытаемся учиться ездить. Это гораздо важнее. Точно, Саша, абсолютно согласен. Я чуть-чуть добавлю, то, что клуб владельцев, ты сказал, клуб владельцев, это больше был свойственным всегда Роллс-Ройсу, а у Бентли это был всегда клуб гоночных водителей, клуб тех, кто за рулем автомобиля. Потому что вот именно в этом основное отличие Бентли, что даже за рулем Арнаша, Флайнспура всегда можно встретить владельцев. Это для тех людей, кто любит не только на заднем сиденье ездить, хотя он представляет весь вообще... Инспектор, да, естественно, у нас звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Вагит. Евгений, Москва. Очень приятно. Добрый вечер. Вагит, у меня к вам такой вопрос. Бентли и гибриды. Противоположность или совместимость, или... все-таки Бентли уберегся от этого явления. Как вы можете прокомментировать? Евгений, спасибо за вопрос. Вопрос безумно сложный. Конечно, не ко мне, а в большей степени к инженерам, которые знают технологически этот процесс гораздо лучше. Тем не менее, могу сказать, что об экологии, несмотря на то, что двигатель 12-цилиндровый, очень мощный, Бентли очень заботится. И на сегодняшний день, например, Суперспорт, он использует в топливе биотопливо, очень активный, поэтому и выхлопная, показатели СО2, очень экономичные для этого двигателя. И что касается гибридов, то ведь родились они как альтернативы топливным элементам, которые по-прежнему не могут сделать достаточно доступными по цене, чтобы устанавливать серийные автомобили. Поэтому не уверен, что мы в ближайшее время увидим гибридную версию Бентли, потому что лично в свое мнение высказываю, простят меня руководители штаб-квартиры, тем не менее, не уверен, что это технология будущего на ближайшие 10 лет. Скорее, это то, что удалось сегодня создать в качестве легкой альтернативы, но не думаю, что это больше, чем на 5-10 лет. Ну, потому что, во-первых, там машины слишком дороги получаются. Посыпались СМС с критикой? Нет, критики нет. Критики нет. Вот тут, кстати, хороший вопрос. Действительно, сталкивались ли вы с автокредитом на Бентли? Конечно. Я думаю, это нормальная ситуация. Более того, я могу сказать, что по своему опыту, сколько я общался с людьми за границей, вообще очень мало людей, кто покупает автомобиль вот так вот в лоб сразу придя и заплатив за него. Вы знаете, ну здесь и кредит, и рассрочка, и лизинг, что еще более, потому что наши клиенты, многие из них, они стремятся все равно следить за своими расходами. И лизинг помогает очень существенно для компаний, для владельцев, очень существенно помогает сокращать расходы по владению автомобилем. Конечно, конечно. Не, ну это нормальная ситуация, потому что, как бы, любую машину можно заказать. Трейдин, лизинг, кредит, все это мы используем активно. Вот еще один вопрос из Чеченской Республики. Я не специально их подбираю, я тебе могу показать. Очень рад. Может ли Mercedes-Benz S500 сравниться с Bentley? Но, надо учитывать, приходите к нам в салон и сравнивайте сами. Ну, в общем-то, да. Просто и вы сами для себя ответите на этот вопрос. У нас есть тест-драйв всех моделей. Это раз, и во-вторых, надо учитывать, что в 500-м Мерседесе всего лишь 8 цилиндров, как бы, и, соответственно, по мощности эти машины немножко разные. Здесь, если говорить о динамических характеристиках, это не совсем корректно будет. Вы знаете, Mercedes S-класса, это изумительный автомобиль. Это очень грамотный автомобиль. Тем не менее, я всех приглашаю, владельцев этого автомобиля, просто попробовать прокатиться на оффлайн-споре. Еще ни один клиент, кто пересел к нам с Мерседеса, не вернулся обратно. Это правда. У нас есть звоночек. Еще один. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Дмитрий из Краснодара. Очень приятно. Хотел бы задать вопрос такой. Были ли попытки заказать у вас, ну, вообще в России, в Брентли, как дорогое такси, элитное такси вообще в России. Было бы так, но в России не было. Дмитрий, спасибо за вопрос. Я вам скажу, что в Барвихе есть отель, Барвиха-спа, и там для клиентов этого отеля не просто оффлайн-споры заказали, а оффлайн-спор-спиды в очень роскошной комплектации. черные автомобили с белым салоном. Четыре автомобиля в этом отеле. Ну, а потом в Москве есть некая какая-то такси-компания. Я периодически вижу эти автомобили на Ленгорах. Так вот, у них там есть и Роллс-Ройс, и Майбахи, и все, что угодно. И Порше, Каен, Турбо-С. Оплата по счетчику? Я не знаю, там счетчиков я не видел внутри, но по счетчику точно там стоят специальные люди с этим счетчиком. Вот еще Брукланд 740 лошадиных сил, но два компрессора это стандартно. В Самаре вот человек пишет, часто такие заказывают. Ну, как я сказал, Брукланд их всего. Не так уж и много. Их всего в России на сегодняшний день. Вот вопрос, а на чем вы сами-то ездите? Вы знаете, я... Вот вы, Магив, вот скажите-ка нам. Это не секрет абсолютно. Я наемный менеджер, я всегда рад на деловые встречи куда-то приехать на автомобили Бентли, а, конечно, в повседневной жизни, поскольку я наемный менеджер, да, и не отношусь к категории наших клиентов, у меня нет своего большого бизнеса какого-то. Вот, поэтому у меня достаточно простой автомобиль. Это не самое важное. на чем, кто и как ездит. Кстати, вот мы говорили о том... Наверное, будет интересно тоже услышать. Я хочу вот именно то, что ты рассказал по поводу использования дерева. Я как-то пытался объяснить людям, в чем заключается шпон, который, вот, предположим, деревянный у меня в автомобиле используется, и что такое массив древесный. У вас, я знаю, насколько используется действительно массив. У меня шпонер, у меня же шпон. Он натуральный, но шпон. У вас используется мало того, что и количество кожи, которая идет и подбирается как у Роллс-Ройса, так и у Бентли на особо дорогие серии с эксклюзивной кожей, они хранятся в банке, насколько я по-моему понимаю. Здесь есть вопрос в Бруклэнсе, то есть во флагманах модельного ряда используется массив дерева, но все равно в особых местах, где это не доста... в случае, не дай бог, ДТП, это не станет причиной каких-то дополнительных повреждений для... Пассажира или водителя. Пассажира, совершенно точно. Поэтому точно так же на основных местах используется шпон, как я сказал, там семь слоев, покрытый лаком. Здесь вопрос весь в том, что, например, в дверях, в дверном рисунке он используется симметричен, то есть рисунок левой двери полностью повторяет правой, и при этом он еще и симметричен левой части левой двери относительно правой части левой двери. То есть здесь все вот в таких деталях, да, сколько на это время нужно потратить и как сложно это работать, сколько этому учиться. Ведь на сегодняшний день не секрет, что специалисты, которые хорошо работают с ноутбуком, которые знают все офисные программы или там даже дизайнерские, архитектурные и так далее, гораздо легче найти, чем человека, кто там с корняка, например, кто работает с кожами или кто работает с деревом, их практически по рукам перечесть, тем более в Европе. И тем не менее удается найти таких уникальных специалистов, а часто воспитать. Например, руль, он же обшивается вручную, потому что, чтобы кожа идеально облегала рулевое колесо, нужно специальный крестообразный стичинг, ну то есть шов использовать, который можно сделать только вручную. И на это уходит 18 часов труда с корняков. Вот. И поэтому вот именно такие детали, они отличают Бентли. Совершенно-то правильно сказал, что, Саш, что в интерьере Бентли, ну я не знаю, пластмассовых или... Нет, там деталей нет. Кожа, возможно, некоторые кнопки, и то не все, большинство алюминия. Ну, по большому счету, вот я, кстати, этого не знал, действительно, что... Я знал, что дерево подбирается, но не знал, что направленность насечек может быть. Это действительно интересно. Я говорю, век живи, век учись, дураком помрешься. Приезжай в салон, попьем коке, я тут все покажу. Почему нет данных по ремонту Бентли? Каких данных? Все сейчас скажем. Не знаю, тут не пишут, но, как бы, скорее всего, человек имеет в виду то, что... Стоимость нормы часа? это не секрет. Стоимость нормы часа не секрет, она сопоставима абсолютно с премиальными марками, опять же, она немножко зависит от модельного ряда, то есть флагман чуть дороже, но это в пределах там 100 евро, скажем. Ну, я знаю в Питере дилера Мерседес, у которого норма часа 100 евро, и люди стоят в очереди к нему, хотя в самом Мерседесе говорят, что это смешно, в общем-то, потому что это как бы... А потом надо учитывать еще тот факт, что в том же Мерседесе есть модели, предположим, а Мерседес А-класса, Б-класса, у Ауди есть трешка, у BMW есть копейка, и цены на обслуживание первой серии BMW, предположим, они будут несколько отличаться от... И перечень регламентных работ будет сильно отличаться от 760-го BMW как бы в Ланговской вверх, ну, там неважно, Ланговская она, но все равно это нормальная ситуация, потому что запчасти разные, как количество масла в 12-цилиндровом двигателе и в 4-цилиндровом, но они им тоже разные, в общем, здесь очень важно, кроме стоимости нормы часа, это, конечно, стоимость запчастей, которая, опять же, в России, она вполне сопоставима по затратам на растаможку, на дополнительное налоговое бремя с европейскими, и также точно в соответствии нормы часов, которые тратим мы, то есть мы работаем четко по стандартам производителя. Ну, а без этого вы лишаетесь дилерства? Это очень важный вопрос, который, потому что переезжают периодически и контролируют подобные вещи. Абсолютно точно. На какой марке ездит английская королева, если на Бентли, то почему? В гараже-то там есть и Ягуары, и все что угодно, но она ездит на Роллс-Ройсе, так традиционно сложилось, более того, для нее заказано, у нее их два, они очень старые, как бы, плюс это столько же, сколько и королеви-батери, собственно. Вот, они там со стеклянным, у них кузов Фаэтон, и сзади просто бронестекло, в котором она ездит, чтобы ее видели люди. А в гараже, скорее всего, есть, там много чего есть. Единственный автомобиль, за всю свою жизнь она проехала 100 метров, это был рейндж-ровер. Вот, она даже ездила сама по поле. Слушай, ты меня сейчас выручил, потому что я знаю, на чем ездит наш президент, наш премьер-правительство. Очень бы хотел, чтобы они ездили на марке Бентли, но... Тут вот очень интересно, ну, мы ответили на этот вопрос, но, к сожалению... А, очередь в сервисный центр. Проверяйте, звоните, все, мы специально все делаем на сегодняшний день, возможно, расширяем сервис, то есть и на кузовной ремонт, и на сервисное обслуживание, ну, либо существует там один-два дня, техническая очередь, в пиковые дни нагрузки, либо день в день. Ну, соответственно, здравствуйте, а сколько стоит самый дорогой? Ну, по-моему, тут нет предела совершенства. К сожалению, да, фантазия... В нашей истории, наверное, это... Ну, где-то под миллион евро. Ну, а потом, да, вон там в Саудовскую Аравию поехать, когда у них там все золотое, естественно, люди заказывают себе какие-то вещи. Совершенно согласен. Можно и бриллиантами. Агив, это вот вопрос точно к тебе. Я думаю, он тебе понравится. Ты сразу на него ответишь. Было у человека 2,99-ых, сейчас 103-е. А нет, был потом 103-е, а сейчас в Фиоталбе. Это же совершенно разные автомобили. Ты не согласен? Здесь, да, здесь... Есть разница все-таки? Ты мне скажи так. По дружбе. На ушко даже я... Тем не менее, в общем-то, с Дорогой мы ответили, но практически все вопросы есть. А, вот тут интересный вопрос. Какие документы нужны для тест-драйва? Права, наверное, там что-то как обычно? Абсолютно, да, ничего дополнительного. Права, и, собственно говоря, этого достаточно. Ну, а потом все-таки, наверное, надо учитывать еще и класс... Ну, не класс, а, соответственно, если придет бомж, естественно, ему не дадут даже имеющие паспорт и права. Мы никогда не оцениваем наших гостей. В общем, да, люди могут быть, одеваться как угодно. Это их право. В общем-то, соответственно, как мне кажется, я был в свое время как-то на какой-то презентации в Европе, что ли, в Ликобритании или где-то в Европе, не помню сейчас точно, но там приезжали люди очень занятные, очень занятные. То есть кто-то приезжал, действительно, было видно, что это очень-не очень богатый человек, где-то там приходил, он в таких же джинсах, как у меня, потом мне говорят, ты знаешь, сколько у него денег. Мы очень много покупаем. Ну, я понимаю. Мы не будем называть марку. Это уже реклама. Что вообще помимо... Понятно, что такие премиальные, особенно супер-премиум, которые... Да, их можно отнести к этому классу. То есть, ну, вот как Maybach, Rolls-Royce, там, я не знаю, тот же Bentley, это все. Несколько они отходят и специально отходят. Это супер-премиум. Ну, можно их так подразделить. Они, как правило, статичны. То есть нет такого, чтобы, ну, вот там, через 5-7 лет резко менялся модельный ряд. Тем не менее, какие-то новые модели постоянно появляются. Ну, вот сейчас, ты говоришь, будет во Франкфурте же показано... Мульсан. Да. Это новый флагман модельного ряда. Вот. То есть что-то все равно, какая-то работа, она ведется очень четко, может быть, не столь быстрыми темпами, потому что... Ну, здесь еще важно подчеркнуть, наверное, и тот факт, что то, что простят тому же Fiat Albee, если вдруг какие-то ошибки будут допущены в производстве этого автомобиля, при выпуске его, там, через полгода, они вылезут наружу, то здесь, наверное, клиент просто не поймет, и люди могут тут вернуться. Здесь очень важно. Ты будешь опять жаловаться, что я молчу, но ты совершенно точно все сказал. И действительно, работа напряженная, работа инженеров, и испытателей, и технологов, и скорняков, и так называемых носов, кто отвечает за запах в салоне автомобиля. Да, кстати, тоже очень важный момент, ведь есть специальные нюхачи, эти носы, которые, как в Роллс-Ройсе, в Майбахе, в Бентли, люди должны чувствовать, как вот должно пахнуть в автомобиле. Совершенно точно. И они смешивают разные кожи, которые будут использованы в салоне, разные виды материалов, там, коврики и так далее, чтобы понять, какой запах в итоге будет и соответствует ли он марке, соответствует ли он духу марки. Спасибо, у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр, я из Москвы. Очень приятно. Я хотел бы задать вопрос нашему гостю. Конечно. Вот Бентли, это не просто премиум-сегмент, будем говорить, что это супер-премиум-сегмент. В Англии, кроме Бентли, существует еще такой же супер-премиум-сегмент, как Роуз-Ройс. Как вы позиционируете эти две марки? Так, будем говорить, какая вы считаете круче, какая дороже, какая более технологичная? И вообще, как относятся к ней, может быть, даже и сами англичане, как они позиционируют эти две марки автомобилей? Спасибо. Александр, спасибо вам. Очень интересный и сложный вопрос, безумно сложный, и особенно учитывая то, что история этих марок очень тесно переплетена не только с Лоу-Мангли, но и большим интервалом времени с 60-х по 80-е года. Они производились в одном заводском помещении, более того, сегодня завод в Крю, где раньше делались двигатели для Роллс-Ройса, для самолетных двигателей Роллс-Ройса, сегодня там производятся автомобили Бентли. с 60-го по 80-е годы эти машины внешне было сложно отличить. Тем не менее, по рисуке радиатора только. Точно. По истории, тем не менее, история марки Бентли, как она непрерывно, 90 лет, инженеры этой компании создавали автомобили, мощные автомобили, одновременно роскошные. И, как Уолтер Бентли часто говорил, что он никогда не пожертвует звуком в автомобиле ради скорости. И вот этот принцип, наверное, сегодня лежит в основе философии марки, в основе идеологии. То, что это безумно мощные, даже порой излишне мощные автомобили, очень комфортные, в которых сделано все для комфортной и быстрой езды. И основное же отличие, что касается Роллс-Ройса и Бентли, наверное, то, что Роллс-Ройс, это, простите меня, что я здесь рассказываю о Роллс-Ройсе, но, тем не менее, это, наверное, автомобиль для пассажира. Бентли – это автомобиль, в котором владелец этого автомобиля может сидеть и за рулем, причем в любой модели, и Флайнспур, и Арнаш, и он может сидеть на заднем сидении одинаково удобно, вальяжно себя чувствовать. Ну, по большому счету, даже когда компания вошла в состав, ведь даже сам Оллс-Ройс работал на Роллс-Ройс в какой-то период, даже в качестве водителя-испытателя, потом он ушел в Лагонду. Ну, с первого дня испытывал автомобили самостоятельно. Да, ему это нравилось, то есть почему, и даже если мы говорим, вот это был такой период в истории компании, когда она, в принципе, являлась более упрощенной версией Роллс-Ройса. То есть 60-й по 80-й год, и все. То, что ты правильно сказал, их даже отличить было тяжело, потому что, ну, реально, то есть специалист мог только понять издалека, особенно, что решетка другая, и все. Да, важно, что сегодня марка возродилась, и марка создает те модели, даже не возродилась, она никогда не прекращала свое существование, что очень важно. То есть она всегда была символом статуса, символом власти, символом одновременно какой-то ответственности огромной, да, тех людей, кто владел этими автомобилями, ответственности за всех нас. Вот, и поэтому действительно сегодня эта марка очень четкое лицо имеет, и широкий модельный ряд. Это важно, у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Малерий, я из города Ростова-на-Дону. Очень приятно. Я хотел узнать, делается что-нибудь представительством Бентли в России для стимулирования тех людей, у которых есть определенная сумма на покупку Мерседеса или БМВ в районе 5 миллионов. там, бесплатные кредиты или что-нибудь еще, чтобы вот человек мог себе позволить именно... Валерий, спасибо за звонок. Спасибо за вопрос. Да, очень интересно. Я не знаю, Саша потом будет ругаться, что реклама снова, но... Но ты, нет, ты и так аккуратненько. Аккуратненько, да? Я очень осторожно, что, безусловно, все финансовые инструменты для этого есть, и то, что вы назвали, рассрочка, беспроцентная, рассрочка, кредит, все это есть, и трейд-ин, более того, все это есть, надо просто позвонить, поговорим. Тут хороший вопрос. В истории марки есть ли примеры отзыва автомобиля из-за возможных недостатков, неполадок? Я, к сожалению, не помню такого. Я тоже ни одной сервисной программы по марке Бентли не помню, и это не значит, безусловно, то, что традиционно по европейскому законодательству после выхода автомобиля на рынок за ним постоянно наблюдают, наблюдают за его поведением, наблюдают за обращениями в сервис, и всячески стремятся выявить любые недостатки, которые могут носить признак серийности. Нет? Ну, я тоже, к сожалению, не знаю. Вот тут хорошее, это мне спасибо большое. Респект тому, кто прислал это СМС. Отдельное спасибо от меня. Ведущего гнать, гостю говорить дать. Видишь, я все-таки много говорю. Вот, видишь, ну, я прочитал, я думаю, человеку будет приятно, а мало того, что они в форме что-то там пишут, так они вот еще и СМС-ками забивают. Вместо того, чтобы по делу, да вряд ли, я не сказал бы, ты ей занимаешься. Здесь был очень интересный вопрос, я, к сожалению, его потерял. Вот человек все-таки настаивает на том, что официальный дилер не дает технических данных по ремонту. Нужны цифры. А что вы имеете в виду? Мне тоже не совсем понятно. Что значит технических данных? Если мы про стоимость сказали, стоимость ты только что озвучил. Ну, нужно просто позвонить, лично меня попросить по телефону, и я разберусь в ситуации, что за вопрос возник. Пожалуйста, звоните в салон и лично меня попросить, я буду рад прояснить ситуацию более детально. Так вот по вопросу, к сожалению, не могу. Ну да, так тяжело очень. Тоже вот, как стать испытателем данной марки, где необходимо отучиться. Испытателем вообще автомобильной техники стать, с одной стороны, сложно, с другой просто, потому что это профессиональные люди. Я в студенческие годы тоже мечтал об этом, и вот как-то так и не стал испытателем. Что ж ты? Ну вот как же ты? Ну вот теперь ты, представляешь, занимаешь такой пост, а так и не стал испытателем. Это интересная очень тоже профессия. По большому счету да, но на самом деле нигде на это не учат. Это очень важно подчеркнуть. На это нигде не учат. Наверное, многие, кто занимался автоспортом в этой области, работают, потому что там очень важно действительно замечать повадки автомобиля, замечать то, как четко ведет себя на дороге. Это нормальная ситуация. Что еще интересно того, что мы не упомянули еще в программе. У нас, в принципе, 10 минут еще остается до конца эфира, почти. Тем не менее, вот что-то, что, может быть, я забыл. Вот по поводу, знаешь, вот эти детали, они действительно очень важны. Таких историй, Саша, их огромное количество. И в Москве, что самое интересное, и в мире, например, что сразу вспоминается, как была придумана опция, что у нас крышка бензобака, теперь хромированная, с эмблемой, с логотипом. Это один из наших клиентов. Не в России, в Англии. он заказал себе как раз, если я не ошибаюсь, это был Брукл. Я могу ошибаться, что за модель, но, тем не менее, его очень расстроило, что крышка была пластмассовой. Он попросил индивидуально для него изготовить хромированную крышку. Ему сказали, что, поскольку это индивидуально для вас, это будет стоить в районе 5000 фунтов, он оплатил это. После этого сделали эту крышку, она так всем понравилась, инженерам, мы все поняли настолько четко, что это очень нужная опция, что действительно, когда человек вдруг сам заправляет автомобиль, и в результате ему прислали чек и очень долго удивлялись, что он его не обналичивает. Ему прислали чек обратно, потому что инженеры поняли, что это, наоборот, хорошее внедрение. То есть, фактически, он бесплатно оказал некую услугу компании. И ему прислали чек обратно. Он его не обналичивал долгое время, забеспокоились и обратились к владельцу этого автомобиля Бентли, и на что он пригласил представителей марки к себе в офис, и у него там висел на стене этот чек, говорит, для меня это доказательство того, что я тоже причастен к разработке этого автомобиля. Вот, и то есть, порой наши клиенты тоже хотят себя почувствовать. И на самом деле, создание каждого Бентли, да, когда вы заказываете его, там такое количество самых разных опций, вплоть, ну, например, если я начну перечислять, это пайпинг, какой он контрастный, он в контраст... — Прясни, пожалуйста, людям. — То есть, да, есть... — Я там понял, что ты имеешь в виду. — На сидении автомобиля, где соединяются две разные плоскости, там есть сложенный кусочек кожи, который может быть разных цветов, он может быть разных... Там может вместо него быть шов, либо крестом, либо буквой Z, и он может быть разной нитью, разной по текстуре, разной по цвету. Коврики могут быть также обшиты контрастными или, наоборот, в тон подобранный цветом. У них может быть разная толщина ворса, это может быть и натуральная овчина, например. — Это же так. — Да. То есть, здесь такое богатство, что когда к нам приходят наши друзья заказывать новый автомобиль, порой мы общаемся по нескольку дней, чтобы действительно заказать то, что будет идеально соответствовать пожеланиям. — Ну, то есть, любой каприз за ваши деньги, скажем так. я бы сказал так, что мы можем воплотить любую фантазию. Действительно, любую фантазию, любой вкус найдет свое как бы воплощение в этом автомобиле. — Ну, это сегодня, кстати, действительно, присуще многим подобным маркам. У Porsche то же самое. Ты можешь заказывать любые тормоза, там, я не знаю, там, цвета, все что угодно, как и у Maybach, как и у Rolls-Royce, собственно говоря. — Богатство индивидуальной подборки у Bentley на сегодняшний день — Ну, чуть повыше, да, потому что если посмотреть... — Плюс еще можно привлекать специалистов компании Mulliner, это внутренняя компания, которая занимается уже индивидуальной, то есть, например, если вы хотите удлинить автомобиль или вы хотите как-то оформить по-особому разделительную грань между водителем и пассажиром, что-то вам там хочется особый даже хрусталь под ваш автомобиль подобрать, то здесь тоже специалисты Mulliner могут помочь. — Такой вопрос, как бы... Откуда, вот хороший вопрос, откуда берутся на работу механики, или они обучаются с нуля? Ну, расскажи, это действительно интересно. — Собственно, в России в сервисном центре, конечно, мы стремимся найти опытных механиков, кто уже имеет опыт работы с премиум-марками, чтобы не обучать с нуля, что этот человек должен обладать навыками специалистов, например, это может быть либо механик, либо там, если кузовное производство мы берем, это жестянщик или арматурщик, но тем не менее, безусловно, процесс обучения он постоянный, это не то, что один раз обучили и все, потому что выходит, начиная от постоянного обучения работе со специнструментом, выходят новые модели, появляется новый специнструмент, появляются новые технологии технического обслуживания автомобилей, поэтому здесь очень важно выстроить процесс обучения, и речь не только о механиках, речь о каждом человеке, кто имеет возможность общения с клиентами, потому что мы здесь случайность допустить не можем, и поэтому очень жесткое соответствие стандартов каждого человека, кто работает в салоне, кто работает с клиентом, кто работает в бэк-офисе, здесь очень важно, чтобы никакая случайная фраза, слово, действие тем более не испортило мнение наших друзей, наших клиентов у марки. Ну, в общем-то, это практика любой компании на сегодняшний момент, есть куча обучающих программ, люди ездят на завод, где их учат чему-то, там им показывают, то есть есть там опытные механики. В общем-то, у нас это раньше было отношение автослесарь, ну, что это там вот, с грязными руками что-то ходит, а на самом деле, это и уважаемый, и высокооплачивый человек, так во всем мире, по большому, особенно работающий с премиальными сегментами, потому что, ну, машина высокотехнологичная, очень высокотехнологичная. Безусловно, и здесь у меня такого просто отношения никогда не было, да, наверное, в истории у нас автосервисов была такая специфика, но на сегодняшний день механик, инженер-технолог, инженер сервиса, специалист ОТК, отдел технического контроля, это люди абсолютно, то есть они, на мой взгляд, они выше меня по уровню, потому что они каждый день соприкасаются с тем, что важно для наших клиентов, и они каждый день, некоторые из них общаются с клиентом. У нас есть звонок, но, наверное, это уже последний. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Володя. Очень приятно, Володя. Я работал, ну, как бы работаю со слесарем. связан очень близко с автомобильным Мазерати Куа-Торта. Именно в плане обслуживания этого автомобиля. Сам езжу на Ягуаре, да, никогда не думал, что компания Ягуар такая, как бы, очень хорошая. И мне очень нравится тоже компания Бентли. Хотел бы поработать с этим автомобилем. Что для этого нужно мне, чтобы попасть на работу в ваш автосервис? У вас же есть сервер. Владимир, очень приятно. Спасибо. Просто все наши контакты можно легко найти в интернете. Обращайтесь с... У нас директор сервиса Игорь Козловский, очень высококлассный специалист. Обращайтесь к нему. Резюме традиционное и личная встреча. После этого уже будет принято решение. Тут есть еще СМС, но я, к сожалению, не хочу. Поскольку я прошу вот сразу, если здесь сидят представители одной компании, не задавать таких вопросов скользких, которые бы могли затронуть интересы другой компании, потому что, ну, есть некая корпоративная этика. Когда я, работая в Мерседесе, не могу сказать, что Ауди и БМВ хуже. Это я могу сказать, как журналист. А вот как представитель компании, точно так же и в Агифу, если вы задаете вопросы по поводу БМВ, Мерседеса, Майбаха и Роллс-Ройса, ну, он не может корректно отвечать. Я всех приглашаю в салон. В общем, да. Приезжайте, смотрите, оценивайте. В конце концов, это дело вкуса. Покупать, не покупать. Выбор всегда остается за человеком, который, в конце концов, идет и тратит собственные деньги из своего собственного кошелька. Совершенно точно. Ты знаешь, вот действительно, спасибо огромное. Вот эта интересная деталь. Дай напоследок. У нас, в принципе, действительно совсем немного времени. Что-нибудь вот еще вот такую же вкусную историю, как с этим лючком бензобака. Ты меня действительно... Я вот сколько я читал, но я этого никогда не слышал. Я этого не знал, действительно. Из таких историй немножко другого плана, например, порой случаются... На удивление я сейчас заметил, что очень часто... Я думал, что, да, гран-туризм и так вот с нашими, к сожалению, такими спорными дорогами сложный момент. А сейчас стал все больше встречать, причем так интересно очень. общаясь с клиентами, знакомишься с ними, конечно, со многими становишься, скажем так, ну, в отношениях более близких, чем просто продавец-клиент, да. И вот недавно увидел совершенно случайно машину, был в командировке в Италии и увидел в Италии машину с нашими номерами, сразу узнал. И действительно, люди путешествуют на этих машинах очень много в Европу, например, и по Европе, из Москвы уезжают, катаются по всей Европе. И вот на этой почве очень многие познакомились, и сейчас мы как раз такую думаем сделать поездку по каким-то интересным, таким, ну, секретным местам Европы, которые еще недостаточно известны всем, там, может быть, это маленькие такие курортные деревеньки где-то неожиданные, на островах и так далее. Вот. То есть, гран-туризм себя оправдывает и в России. Вот я о чем, о том, что... Кстати, вот такой вопрос был, статистика угонов. Он был в самом начале, я пытался его сдержать, и вот сейчас мне тоже подсказать. А я... Здесь это наша гордость, и статистика угонов с ней очень просто ее подтвердить, да? Ну, практически ноль там, или близко к этому. И подтвердить это очень просто тарифами Каско. На сегодняшний день на автомобиль Бентли тариф Каско от 3,5% в год, ну, до 4,5%, в зависимости от стажа водителя, без установки каких-либо дополнительных систем противогонов. Ну, в общем, если мы говорим там о флайг-спуре, например, том же, угонять машину такую вот, ну, это, ну, в общем, абсолютно бессмысленно, поскольку клеймо, номера, ведь стоят номера... Технически очень сложно. Это раз. И более того, на моторе стоит клеймо мастера, то есть этот автомобиль, даже если я его угоню, я куда-то приеду его обслуживать, ну, конечно, к дяде Васе, форточку, ну, Пете, можно приехать, он там залезет туда и что-то там сделает. Но, тем не менее, в общем-то, я думаю, что не в этом самая большая проблема, потому что угонять подобный автомобиль надо быть идиотом просто. Покататься, наверное. Многих выкидывали, это вот были случаи, но не более того. Это технически очень сложно сделать, раз. И два, то, что, поскольку нет в этом смысла, да, то вот покататься это невозможно. То есть для этого нужны очень технически грамотные специалисты, но на вторичном рынке продать автомобиль в Бентли угнанный, это очень сложно. И поэтому тарифы КАСКО подтверждают мои слова. Мне можно не верить. Тарифы КАСКО всегда. Хорошо. Вагиф, огромное спасибо, что нашел время. В пятницу вечером пришел к нам в гости. Мне понравилось, как всегда, с тобой общаться. Мы продолжим общение за эфиром. Спасибо и вам, наши уважаемые телезрители, за звонки, за СМС. Я думаю, мы пытались ответить, в частности, Вагиф, на все вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Давай. Всего вам доброго, удачи и хороших вам выходных. До свидания. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok